Всем добрый вечер, наша недельная глава Бешалах, и мы сегодня со мной разберем статью Рава Шерки из книги «350 слов». В этой статье ровно 350 слов. Итак, статья называется «Мангу». Это вообще вопрос, который задавали евреи, столкнувшись с маном по-арамейски. Это звучит «что это?», и поскольку слово «что» на арамейском – это ман, то так и назвали вот этот удивительный небесный хлеб, который выпадал. Итак, рассказ о выпадении мана удивляет. Почему Тора привела его между двумя великими событиями – рассечением Красного моря с одной стороны и дарованием Торы с другой. Также в книге «Кузырь» мы нашли, что уделяется большое значение ману, во-первых, как объединению, как тому, что соединяет два описания раскрытия Творца в исходе из Египта и в стоянии у горы Синай. И, с другой стороны, как демонстрация иудейской веры, которую приводит мудрец перед царем Хазарским. То есть он выбирает историю Амани в качестве примера, чтобы объяснить иудейскую веру, именно историю Амани. Из всех чудес выбрал раби Игуда Аливи объяснить именно чудо с маном. И это не случайно. Видимо, глава Амани, то есть этот рассказ Амани, отвечает на внутреннее затруднение, которое пробуждает дарование Торы. Поскольку Тора в будущем будет дана по принуждению, возможно, она не подходит израильской душе. То есть мы знаем по одному из толкований, что, несмотря на то, что народ сказал «сделаем и услышим», но там было настолько все страшно. По Медрашу Всевышний поднял над ними гору, что это невозможно считать свободным выбором дарование Торы. И поэтому возникает вопрос, если они ее приняли по принуждению, то надо их было как-то проверить, подходит ли она в принципе израильской душе. И поэтому было необходимо предварить раскрытие таким событием, которое выясняет, чтобы испытать его, пойдет ли по Торе моей или нет. И установить, соответствует ли Тора спонтанному характеру народу. Когда Всевышний говорит Муше, что я проливаю дождем хлеб с небес, он говорит, зачем он это делает. Если кто следит за текстом, это 16.4. Ради того, чтобы испытать его, пойдет ли по Торе моей или нет. И вопрос, который задается в этой статье, в чем состоит, собственно, испытание. Итак, Муше, когда ему Всевышний говорит, что он прольет хлеб с небес, выпадет ман, и что он этим самым испытает народ. Муше получает от Всевышнего два сообщения. Первое, что народ будет собирать то, что соответствует каждому дню. Только то количество мана, которое нужно на один день. И что запрещено собирать больше. И второе сообщение, которое получает Муше, то, что в шестой день нужно собирать в два раза больше. Но Муше при этом передает народу только первое сообщение. Если мы прочитаем, что сразу после этого и сказал Муше и Арон всем сынам Израиля, это 16.6, то мы найдем, что он передает только первое сообщение. То есть собирайте только на один день и не прибавляйте. Второе сообщение он не передает. То есть об этом никто не знает, кроме Муше. Так, и в народе выясняется, что есть такие люди, которые нарушают вот это первое повеление и собирают больше, чем того, что нужно на один день. И разгневался на них Муше написано, поскольку они нарушили вот это первое повеление. Но именно в шестой день, при том, что у них не было знания, что Муше было дано указание собирать вдвое больше, сыны Израиля как раз его осуществили. То есть то, что им сказано не делать, они нарушили, а то, что им не говорили делать, они исполнили. В день шестой собрали двойную порцию хлеба. И это пробуждает негодование у глав народа. И пришли главы общества, главы общины и сказали Муше, что они собрали двойную порцию. При том, что никто не знал, кроме Муше. И какая же была его реакция? Его реакция была, это то, что говорил Ашем. Это уже с 16.22, если кто следит за текстом. В день шестой собрали хлеб двойной, пришли все главы общины, рассказали Муше. И сказал им, это то, что говорил Ашем. И здесь выясняется, что общество делится на три части по отношению к знанию воли Всевышнего. Во-первых, это пророк, то есть Муше. Он знает волю Всевышнего в Ироаха Кодыш, Духом Святости. Вторая категория – это народ. И он знает волю Всевышнего интуитивно. То есть они не знали, что нужно это исполнить, и они это исполнили. Собрали двойную порцию в шестой день. И есть третья группа в обществе – это интеллектуалы, у которых природное чувство замерло. И поэтому они, в отличие от народа, у них не было интуиции, что собрать двойную порцию. И поэтому они подходят к Муше с формалистическими претензиями. У них есть только то, что сказано. А сказано то, что не нужно собирать больше, чем одной порции. Поэтому они не понимают, как это так, что собрали двойную порцию. Итак, глава Амани учит нас то, что противостояние, противление Слова Всевышнего пробуждается в народе Израиля, только когда перед ним стоит ясно высказанное повеление. Согласно словам Тософот, Тософистов, это такие комментаторы, что тот, кому дана заповедь, у него ецерара, то есть злое начало, более сильное, чем у того, кому заповедь не дана. То есть дается заповедь, пробуждается злое начало для того, чтобы ее приступить. И поэтому мы видим, что им сказано так не делать, они сделали, то есть собирали больше. В тот день. И разгнился на них мыше. Но когда они были предоставлены своему свободному волеизъявлению, именно тогда они исполнили волю Всевышнего. Как сказано, выйди и посмотри, что делает народ. Это была такая история в Талмуде, я кратко расскажу, если что старшие товарищи меня поправят. Когда мудрецы во времена Мишлы, по-моему, забыли, как нужно приносить ножи на территорию храма в Песах, поскольку нельзя приносить, но нужно чем-то было резать животных. И тогда они, по тем знаниям, по тем законам, каким у них были, они пришли к тому, что они не знают. И тогда пришло решение, выйди и посмотри, как делают в народе. И они посмотрели, оказалось, что простой народ вкладывает эти ножи в шерсть вот этих овец, и получается, что человек их не несет и ничего не нарушает. И таким образом они на территорию храмового двора приносят вот этих самых овец. То есть вот это вот такой принцип. А это я только маленькое упражнение. Я не буду говорить, что эта история про Герелий, как это вышло, но проблема там была не в том, что нельзя нож приносить. Можно, но это была суббота. Самая проблема возникла вообще, можно ли приносить Песов в субботу. Женство приношения пасхальные, суббота или нет. Это Герелий Мэр разъяснил. А вот вопрос про нож, потому что в субботу действительно нельзя носить. В обычных Песах можно носить. А в субботу в общественном владении нельзя переносить предметы. То есть я правильно понимаю, что какое-то знание, то ли спонтанное, то ли какая-то передача была в простом народе, которая прервалась среди мудрецов. Да, Герелий забыл. Когда его спросили, что делать, если он забыл принести нож заранее, он сказал, что я не помню. Но посмотрим, что будет делать народ. И народ действительно сделал, как ты пересказал, в шерсть овцы они воткнули нож, а козля там между рогов прятали. И тогда Герелий вспомнил, что он это учил еще у Шамая в Целион. То есть это, ну, такие вещи встречаются и в других местах Талмуда, что как бы народ естественным образом какие-то вещи… Есть такая формулировка, если они не пророки, то… Если не пророки, то сыновья пророков. Да, если они не пророки, то сыновья пророков, но Нехама вылетела. То есть и дочери пророков тоже вылетают. Ну, хорошо, давайте продолжим. Нехама вернулась. Я не вылетела, нет, я просто выключила. У меня тут не очень сильно… Ну, неважно, бесседер. Окей, давайте продолжим дальше. Хорошо, если нет никаких… Хорошо, тогда я продолжаю. Мы остановились на принципе «выйди и посмотри, что делает народ». И когда снова повторяется, теперь они знают уже, что во второй день они собрали вдвое больше это повеление АШМ, это все нормально, но есть, они получают второе повеление не собирать в седьмой день вообще, вообще не выходить собирать. И опять же вышел человек из своего места и собрал в седьмой день. И тогда вышел человек и собрал в седьмой день. И согласно этому… И поэтому было необходимо предварить раскрытие Всевышнего, которое было в даровании Тора, предварить его вот этой истории с маном, вот этим испытанием, да, насколько у них работает вот это спонтанное чувство. И это произошло после самостоятельного пробуждения народа в пении, когда они после того, как рассеклось море, да, воспели песню. То есть, видимо, Всевышний увидел, что есть какие-то правильные порывы в народе и решил это уточнить и закрепить, вот, чтобы потом будут ли ходить по торе моей, да, как сказано буквально, это была цель испытания маном, да, то есть ман называется испытанием. И это было сделано для того, чтобы установилось в душе ясное осознание, что заповедь Торы не противоречит внутренней природе, осуществляющих ее. Итак, было положено начало пути, ведущему к осуществлению слов пророка Ермиягу, 31-33, и не будут больше учить каждый ближнего своего, потому что все сами будут знать себя от мала до велика. Вот такая интересная статья, да, то есть тут мы узнаем, что у народа есть спонтанное чувство. И это очень важный момент в учении Рава Шерке, он говорит, что Всевышний избрал не религию, иудаизм, он избрал еврейский народ, да, и это нужно всегда учитывать. То есть он избрал именно народ, а народ, как известно, состоит, есть такой принцип, да, Цибур, общество, это первые буквы слов, Садиким, Баеноним и Решаим, праведники средние и грешные. Вот, и поэтому, когда есть такие интеллектуалы, у которых вот это вот чувство, оно притуплено, да, то выясняется, что в народе оно таки работает. И за счет этого, за счет этого выжил еврейский народ, за счет этого он сохранил свою Тору. То есть это то, что называется сгула, да, что-то, что передается там по генам от отца к сыну, и то, что невозможно уничтожить. Ну, это напоминает мне, например, событие, да, там, конца 19-го, начала 20-го века, когда у народа возник порыв, да, что надо ехать, переселяться на землю Израиля. Вот, причем в большинстве своем это был именно народ, да, потому что пошло это движение из светских слоев, да, то есть у них вот именно был такой народный порыв, уже во многом не связанный с религией. При этом были интеллектуалы, которые этот порыв не одобрили. То есть по их всем выкладкам, по вот этим четким формулировкам получалось, что этого делать не надо. Да, и был цадик такой, глава поколения, Раткук, который сказал, вот именно то, что они делают, именно вот это вот является, именно это то, что хочет Ашем. То есть здесь мы видим, опять же, третьи группы проявились в наше уже время. Так, ну у меня все, может кто-то хочет что-то сказать. Господа и дамы, это время задать каверзные вопросы. Либо народ поражен, либо народ опустошен, одно из двух. Ну мне вот, например, остается непонятно в этой статье, да, что хорошо, народ проверили, у него есть спонтанные чувства, он интуитивно чувствует и исполняет волю Творца, но только в том случае, когда ему это ясно не сказано. Вот, но во всех случаях, когда ему ясно сказано, не делай, да, не собирай большее в шесть дней и не выходи, собирай седьмой день, они именно это дело как раз нарушают. То есть, получается, мы проверили, что он несказанно исполняет, но такого опыта, что ему сказали, и он исполняет, да, этого здесь не было. И после этого дана была Тора. Вот здесь как-то вопрос, как, все-таки, что с этим делать? Ну мне кажется, что есть два компонента, должны быть, да, это вроде как, опять же, очень отдаленно, может быть, только в Кабале прямая игру. Интуитивное постижение очень важно, оно существует, и оно критично и важно. Без него, без народа Израиля вообще весь это предприятие было бы невозможно. С другой стороны, вот это, вот, в Кабаледе, они организуют это интуитивное постижение, они, то есть эти две вещи, работают вместе, обязаны. Да, конечно, есть у еврейского народа вот такое свойство, он же таковынный как-то, да, ну прям, он хочет делать наоборот. Иногда эта вещь даже позитивно работает, поскольку из-за этого мы остались верны своим традициям, несмотря на все гонения и рассеяние, да. Но заповеди Всевышнего как-то мы должны уметь их исполнять одновременно с нашим интуитивным знанием. Отсюда даже видно, что вот интеллектуала без интуитивного знания это не работает, да. И просто интуитивное знание без заповедения тоже нет. Только нет ощущений, если я правильно себя смогла объяснить. В чате Федор задает вопрос, какие есть зацепки, чтобы заявить, что собравший в субботу слов в хат. Там, мне кажется, вопрос не по теме, но если кто-то знает, быстрый ответ, то мы готовим. Салавхад, это совсем другая история. Он рубил деревья в субботу. Это не понятно. А это нас уводит в другую сторону. Одну только фразу есть. Уводит в другую сторону, да. Но тут были люди, которые вышли собирать. Есть медраж о том, что вообще-то человек был не очень правильно понят, так что, как в любом случае, когда есть какие-то резкие эффекты, движения, активные действия, за этим стоят медражи и объяснения. Там, да, есть медражи по поводу Цалавхада, да. Но это не про Аман. Это про Микушейши Тим. Он собирал, рубил драма. Мне кажется, про Аман, может быть, это как бы всем очевидно, но мне кажется, тем не менее, это сильно. Проман, как бы, известно, что он каждому давал тот вкус, который он хотел. Я, например, читал такую, тоже, наверное, медраж, о том, что каждая категория получала как бы свое. Так довольно забавно. Ну, то есть, например, взрослый там, например, он мясом отдавал, детям он как бы конфетами казался. Ну и как бы так дальше, да. Я от себя добавляю. Женщины там торт, мороженое, что-то типа этого. На самом деле, как бы такая идея о том, что... Ну, по-моему, даже Раша там, то есть, про торты и мороженое Раша не пишет, но о том, что каждый получал по-своему, это такая, мне кажется, сильная вещь. И эта идея, как бы, опции и психологии, правильно? То есть, казалось бы, что может быть лучшего, когда даже не думая, не загадывая, не ходя в гастроном, там, предположим, в супер по-израильски, ты получаешь как бы то, что ты хочешь. То есть, не успел подумать, и вот тебе уже во рту как раз именно то, что ты хотел. А в конце получается, что народ против этого бунтует. Почему? Потому что, ну, как бы, а как что-то выбирать, что-то вкусное, невкусное. И потом еще главное, и тоже второй показатель, мне кажется, главное, он тоже интересный, он несколько физиологически, потому что от этой еды никаких отходов нет. Но казалось бы, тоже замечательно, то есть, но все как бы супер просто, правильно? Еда, которую ты супер все хочешь. То есть, ну, я, например, пожини селедку люблю, да? То есть, вот у меня манн, например, был бы селедкой, предположим, да? Ну, потом проблема, что, как бы, люди в ту лет не ходят. Но человек привык, что должны быть отходы. Как бы, есть такого нет. Но человек с ума начинает тягивать. Один день, два дня, неделя, там. А что, куда это девается вообще? То есть, вот эта вот идея чудесного состояния, по-видимому, мне кажется, это некоторая парафраза, что любое чудесное состояние, даже если оно как бы супер, мы все говорим, Ган Эден, Ган Эден, там, пятое-десятое, да? Ну, когда вот человек оказывается вот на примере еды в этом Ган Эдене, он сходит с ума, а что за дела вообще? Туалета нет. Еда вся вкусная. Это не для меня. Ну, минимальное соображение. Ну, да, вот, скажем, есть такие истории про женщин, которые разводили сушку, значит, не любят. Идеальный муж, все делает. Жить с таким невозможно. Он уходит от него и приходит к тому, который ее мучает, бьет, издевает. О, вот это любовь. То есть, это такой грубый пример, но когда народ действительно находится на очень каком-то далеком уровне, он не в состоянии воспринимать то, что ты говоришь, да? Не в состоянии воспринимать эти идеалы, которые на него накладывают, не знаю, которые ему предоставляют на блюдочке. Ну, еще интересно, да, Андрей, ты хотел сказать слиха, да. Да, я тебя слушаю. Тут говорится, что вот это все-таки интуитивное чувство, оно работает, да, не у каких-то отдельных людей, а вот именно Клали Сраэль, да, что вот они все вот это осуществили, тогда да, тогда можно верить. Ну, да, потом тоже вот еще как бы свойства, я сейчас про это подумал, ну, тоже как бы известное, да, мана, мне кажется, что это связано, мана на иврите, это порция, то есть, ну, порция, то, что по-русски называется, да, вот, мана, это просто порция, да, и вот, по-видимому, мана, наверное, как с этим слезом? Нет, это не связано, нет, это, ну, надо спросить тех, кто знает, хорошо лучше. Ну, по смыслу получается, как бы, как мелья, лимоно, это связано больше с количеством. Идея в том, что каждый получал, идея в том, что это было ровно по количеству. Да, ну, может быть, может быть, да. Правильно, а в субботу даже в два раза больше. То есть это явно связано с какой-то мерой. На самом деле, может быть, есть намек в этом, но как Тарас им объясняется, они спрашивают, что это. Да, да, мана это, да, мана это, что это. Да, мана это. Но может быть, это объяснение такое, тут есть, как бы, игрослов. Что это, которое отмерит на домах? Ну, тут еще важный принцип, мне кажется, мы в этой здесь учим, да, отсюда, что, ну, например, некоторые говорят, да, что вот, а может быть, народ Израиля свернул куда-то не туда. И как вообще сориентироваться в таком, значит, богатстве различных мнений и противоречий в каждом поколении, да, и кого слушать и так далее. Мы видим, что действительно, то есть там высказывают разные мудрецы разных поколений какие-то там мнения, да, но в итоге следующее поколение что-то принимает, что-то не принимает, да, и вот кто это что-то принимает, а кого-то забыли, да, какие-то учения там конкретные. И вот здесь, мне кажется, как раз и срабатывает вот эта спонтанная сгула Израиля, да, которая, что вот они вот этого приняли, там вот читают раши, там, допустим, а что-то всегда делают, а что-то забыли, да, значит, это вот именно то, что важно в этом поколении. И этому как раз можно верить, потому что вот именно на это и Всевышний проверил народ Израиля именно вот дарование Мана. Окей. Ну, хорошо. Есть кто-то еще что-то хочет сказать? Слиха. Ну, хорошо, мы перейдем к следующему докладчику. Андрею, спасибо. К народу пожелания вообще говоря, как бы, что-то такое говорить, выступать. У нас как бы Хеврута называется. Если бы мы сейчас сидели друг против друга, я понимаю, что мы были бы друга, видели там, как бы, руками махали, общались, так, всяк, пятое-десятое. Поскольку как бы нет, но само имя Хеврута, оно как бы, все на вне зависимости от того, как бы, насколько человек оценивает свои знания, там, и все это совершенно не важно. Важно, как бы, важно понять настроение народа, пульс и пятое-десятое. Поэтому очень важно, как бы, участие всех на самом деле. Если вы, скажем так, если вы не уверены в том, что... Это правда. Если вы не уверены в том, что то, что вы хотите озвучить, это будет принято, не принято, вы смущаетесь, пишите в чате. Чат не... Мы его не сохраняем. Он уничтожается после окончания нашей встречи. Но, в самом деле, чтобы понимать, кто, как бы, чего такое думает, понял, не понял, понятно, непонятно, неинтересно, интересно. Все понятно. Все понятно, все интересно. Спасибо большое. Вопросов нет. Вот, да. Вот это очень важный был комментарий. Так мы изучали. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо за подробности. Окей. Ну, хорошо. Натан, я... Да, недорогой. Просто хотел замечать опыта. Все-таки Zoom, вот такое общение через интернет, оно накладывает какие-то свои особенности. Я вот преподаю там израильским женщинам, там, ну, и всегда десятки вопросов и возражений, еще раз повтори, вот, а если так, а если так. Сейчас я преподаю уже несколько месяцев через Zoom. Есть иногда вопросы. Один, два, совсем нет динамика, понимаешь? Ну, хорошо, во-первых, мы не израильские женщины. Во-первых, мы не израильские женщины. Мы только любим вас. Мы израильским женщинам на иврите, да, или на русском? На каком языке израильским женщинам? Нехама нас уводит в разные стороны. Давайте, напишите в чат Нехаме про израильских женщин, хорошо? А мы перейдем... На каком языке? Я извиняюсь за я извиняюсь, я грубовато, но просто, чтобы это. Хорошо. Хорошо. Доктор Линец, мы вас слушаем. Да, я готов. Так, значит, сейчас я себе демонстрацию... Чего-то? Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Натан. Секунду. Быстро мне демонстрацию экрана. Сейчас, секунду, 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 секунду. Ну, по идее, у тебя должно быть на самом деле. Ну, хорошо. Вот теперь есть. Вот сейчас есть, А, потому что не был колхостом. Сейчас я сделал. Или ты вышел по... Все, уже хорошо. Виден мой экран? Да, отлично, все замечательно. Все, поехали. Так, значит, я заявил сегодня тему от индивидуального к национальному. И сразу хочу предупредить, что если если вот в прошлые разы я выступал с какой-то готовой концепцией, там, уж дальше можно с ней соглашаться, не соглашаться и так далее, то сегодня у меня не готовая концепция, а скорее, так сказать, просто, ну, я не знаю, какие-то соображения историосовские, в общем, некий подход, который является исключительно информацией к размышлению, а никак не готовым продуктом. Итак, недельный раздел Бешалах, 14-й перег, 1-й, 2-й посуд. И говорил Ашем Маше, сказав, говорится нам Исраэля, и вернуться, и расположиться перед Пе-Ахерот, между Мегдолем и между морем, перед Баальц Афон, напротив него расположитесь на море. Совершенно непонятное указание. То есть, мы только что вышли из Египта, мы, наконец, на свободе, нам надо идти, ну, куда-то там, к Синаю, к Эриц Исраэле и так далее, но вместо этого понятно, что все географические объекты, там, Мегдоль, Баальц, Афон и так далее, это некие подробности, а ключевое слово и вернуться. То есть, мы пошли вперед, а теперь мы возвращаемся. Странное дело. ну, и немножко нам это поясняет название географического объекта Пи-Ахерот, что переводится как врата свободы, да, то есть, мы возвращаемся для того, чтобы расположиться перед вратами свободы или устами свободы, да, Пи-это уста свободы. Ну, есть несколько объяснений этому мероприятию. Первое объяснение такое, что сам исход ни в коей мере не был нашим личным действием, да, нас Всевышний вывел рукой усиленной и мышцей простертой, и, что называется, нас особо не спрашивали, встал и пошел, и разговоров никаких. И вот это вот возвращение и второй раз, второе начало движения в том же направлении, это намек на то, что надо обязательно сделать самостоятельное действие. Вот то тебя Всевышний выводил, а вот теперь ты вернулся обратно и выйди сам, пожалуйста, просто потому, что ты этого хочешь. Объяснение номер два. Объяснение номер два, что самая главная свобода, которая есть у человека, это свобода слова, что мы располагаемся перед пиахерот, перед устами свободы. То есть раньше, чем человек получает свободу от рабства, свободу там, вышел из тюрьмы, свободу от каких-то материальных ограничений, раньше всего этого человек должен получить свободу слова, свободу говорить то, что он хочет, и что самое важное, свободу говорить о чем он хочет, свободу выбирать дискурс обсуждения. Объяснение номер два, отметим. Следующее объяснение, что вернуться назад это некая ловушка для фараона. Идея в том, чтобы заманить фараона в ловушку. Почему? Потому что значит и скажет пора о сынах Исраэля. Заблудились они в стране, закрыла их пустыня и укреплю я сердце порой и будут преследовать их и прославлюсь через поро и через все войско египетское. То есть это такая военная хитрость заманить фараона, чтобы он пустился в погоню ну и со всеми вытекающими последствиями. Третье объяснение наконец. Четвертое объяснение, что идея состоит в том, чтобы наказать колебавшихся египтян. То есть были египтяне, которые частично следовали указаниям Маше, указаниям Всевышнего. И если бы таких египтян не было, то фараон не мог бы запрячь свою колесницу и взять 600 колесниц отборных Египта. Почему? А потому что после казни у него не осталось бы ни одной живой лошади. Скот сохранился только у тех, кто вывел свой скот с открытой местности куда-то в конюшню, в стойло, запрятал под крышу. Этот скот остался живой. Ну, евреи все это сделали без вопросов. Они вышли со своим крупным и мелким скотом. А вот египтяне тоже некоторые поверили предостережением Всевышнего и спасли своих коней. И вот для того, чтобы и таких египтян наказать за то, что они не до конца поверили Всевышнему и все-таки поддались на соблазн фараона вывести своих лошадей для преследования еврейского народа. Значит, вот для этого все это и изображается, чтобы и их лошади погибли, как погиб весь прочий египетский скот. Ну, и дальше таких объяснений может быть достаточно много. И я хочу здесь сравнить с исходом Авраама. Значит, раздел Берешит, книга Берешит, 12-й пырик, 4-й, 5-й пасуг. Значит, что там происходит? И пошел Авраам, как сказал ему Ашем. И пошел с ним Лот, а Авраам пяти лет и семидесяти лет при выходе его из Харана. И взял Авраам сарай, жену свою и лота, сына брата своего, и все имущество, которое приобрели, и души, которые сделали в Харане, и вышли, чтобы идти в страну Кнаан и пришли в страну Кнаан. Обратите внимание, что здесь описывается два исхода Авраама из Харана, потому что Всевышний говорит Аврааму уйди из страны значит лех-леха иди к себе или иди к себе из страны твоей, из земли твоей, из дома отца твоего в землю, которую я тебе укажу. И речь здесь идет о том, что Авраам должен уйти один. И он пошел как сказал ему Ашем, потом в какой-то момент вернулся и пошел снова, но уже не один, а вместе с женой, ну это более-менее понятно, жена Азе, батьше ли, но дальше он берет с собой лота, он берет с собой все имущество и некие души, которые сделали они сарай в Харане, то есть некие люди, которые поверили Аврааму и решили вместе с ним идти в страну Кнаа, то есть это уже целый серьезный караван, большая квуца, и мы знаем, что Всевышний разгневался на Авраама, так сказать, дальше там довольно долго Всевышний к нему Аврааму не являлся, не открывался, и в общем нужно было сначала чтобы Авраам оставил вот все эти души в месте, которое называется Шхем, чтобы они там построили город Шхем, потом надо было, чтобы от него отделился лот, и вот только после этого Авраам становится Авраамом, ну и и так далее. Значит, важно, что исход совершается дважды. Интересно, что исход Яакова тоже как бы в два приема и встал на счет оберешит 32, 23, 25, и встал Яаков в ночь ту и взял двух жен своих и двух рабын своих и 11 детей своих и перешел переход Ябок, то есть через Нахаль, через долину ручья Ябок, и взял их и перевел их через Нахаль и перевел что у него, то есть весь караван Яакова вперед, а Яаков возвращается назад и ночует в лагере, где потом будет сцена борьбы непонятно с кем и остался Яаков, один вот в этом своем опустевшем лагере, а потом пойдет естественным образом догонять свой караван. То есть интересно отметить, что и исход Авраама, и исход Яакова идут в два приема, и также в два приема происходит наш национальный исход из Египта. Ну, не буду сильно на этом сейчас останавливаться, но скажу только, что Яакова возвращается назад и ночует в лагере. Откуда двойной звук? Не важно, я выключил, не важно, не обращайся. Понял. Значит, я просто хочу обратить ваше внимание на то, что пасхальная года, которую мы сегодня читаем в Песах за пасхальным седером, это на самом деле комплекс из четырех Агадот. Первое это исход Авраама, второе это исход Якова, третье это собственный исход из Египта, четвертое, о чем пишется в нашей Агаде, это исход из Рима, восстание Бар-Кохбы, и наконец вот эти четыре Агаде, четыре стакана, четыре сына, четыре вопроса, а пятая Агада, пятый сын, пятый стакан и пятый вопрос, это то, что мы пишем сегодня нашей судьбой исход 20 века в Эрец Исраиль, но это как бы заметки на полях. А теперь вернемся к нашей теме и заметим, что исход из Харана это первое из десяти испытаний Авраама, а всего их было десять, начиная от исхода и кончая Акидат Ицхак. И вот собственно идея, о которой я хочу сказать, что десяти испытаниям Авраама вероятно должны соответствовать десять испытаний еврейского народа. Так сказать, у Всевышнего есть некая такая парадигма работы с избранным праведником, что вот Авраам он не сразу стал таким, каким он стал к концу своей жизни, что надо было ему пройти через десять испытаний, прожить длинную такую вот и сложную жизнь, прежде чем он стал тем Авраамом, которого мы запомнили. И также наш народ в момент своего рождения, в момент выхода из Египта еще не был тем еврейским народом, который был готов на любые жертвы, на любые события своей сложной истории, он тоже должен был пройти через ряд испытаний. Значит, ну, тут вопрос время этих испытаний еврейского народа, оно, наверное, можно смотреть от исхода и до сегодняшнего дня, да, Всевышний нас не оставляет своими заботами и своими испытаниями, можно смотреть от исхода, скажем, до книги Бамидбар. Ну, я вот, значит, пока по второму пути пошел и что-то нарисовал. Что первое испытание, значит, теперь сразу предупреждаю, что в этой таблице испытание Авраама, ну, это традиционно то, что идет от Раши, да, вот, 10 испытаний Авраама, исход, голод, Сара в доме Паро, война против четырех царей, вторая жена, которая является на самом деле не благом, а испытанием для Авраама, обрезание, дальше Сара уходит к Авемелиху, потом изгнание жены, значит, по совету первой жены Авраам изгоняет свою наложницу, дальше изгнание Ишмаэля и жертвоприношение Ицхака, ну, это вещь традиционная, тут я ничего не придумал, значит, а дальше я попытался расписать, какие события нашей национальной истории являются, являются испытанием народа Израиля, значит, ну, с кодом все более-менее понятно, ключевой момент, что это два движения, да, пошли, вернулись и пошли снова, ну, дальше это мои спекуляции и фантазии, ну, в частности, мне очень понравилась идея, что по совету Сары Аврам берет в жены Агар ее служанку для еврейского народа, это было испытание истории с золотым теленком, да, то есть есть такие соображения, что на горе Синай была на самом деле заключена хупа между еврейским народом и Всевышним и к тубой были скрижали, да, ну, и стало быть, то, что с золотым теленком начали устраивать, это вот к единой жене вдруг добавили еще кого-то, вот, ну, завет, завет это понятно, здесь еще можно посмотреть на последнее десятое испытание Аврама, это жертвоприношение Ицхака, и мне кажется, что это соответствует ошибке разведчиков и смерти поколения пустыни. Значит, из каких соображений такое соответствие? Значит, дело в том, что жертвоприношение Ицхака, оно возникло не случайно, не на пустом месте, оно возникло именно после того, как Аврам подписал с Авемелихом Бершевские соглашения, по которым район сектора Газа отдавался Плештин. И реакция Всевышнего в переводе на русский звучала примерно так. «Ах так, ты раздаешь куски земли Израиля, она тебе не нужна, значит, тебе не нужно твое потомство, приноси Ицхака мне в жертву». Так вот, смерть поколения пустыни была назначена именно после того, как разведчики объявили о невозможности завоевания земли Израиля. «Ах так, сказал Всевышний, раз вам земля Израиля не нужна и вы не готовы ее завоевывать, значит, тогда вы все умрете». Ну, и мы помним, что и в первом, и во втором случае вот это испытание не прервало родословную еврейского народа, да, то есть, с одной стороны, Ицхак поднялся на невероятные высоты, с которых уже не спустился, к двум отрокам Авраам возвращается один, да, Ицхак остается на достигнутой им высоте, с другой стороны, у него будут и дети, и внуки, и 12 колен Израиля. Ну, и то же самое смерть поколения пустыни. Это не мгновенная смерть, когда просто весь народ гибнет, да, это постепенная смерть и замена поколения пустыни на тех, кто не знал рабства. вот, ну, вот, как я сказал, что эти мои соображения, это никоим образом не готовая концепция, а просто, что называется, чтобы было о чем подумать и поговорить. Спасибо за внимание. Окей. У нас, у меня традиционные вопросы к тем, кто может вопрошать. Кто-то хочет задать вопрос, спросить, обсудить? Значит, вот, я увидел в чате, что все услышано, но вопросы начнутся завтра. Значит, нет никаких проблем, есть адрес электронной почты, я готов отвечать тогда, когда люди захотят спросить. А вот конкретный вопрос. Если Всевышнему заранее известны результаты всех испытаний, означает ли это, что смысл этих испытаний не в проверке, а в том, чтобы преподать урок, изменив тех, с кем происходят испытания? Значит, ну, мы, по-моему, уже как-то раз обсуждали по другому поводу, что всеведение Всевышнего отнюдь не отменяет свободу выбора человека. И Всевышний, конечно, знает, и знает, когда, и что, и чем завершится. испытания, оно меняет того, кому оно назначено. И мы это много раз встречали, не только в Торе, но, скажем, книга Йона, да, и он изменился, и Неневия изменилась, и все произошло не так, как в начале было предсказано, потому что задача Всевышнего не уничтожить грешника, хотя бывало, что он и так поступал, но чтобы вернуть его на правильный путь, и пусть живет дальше. Вот, интересно, я тут просто этот вопрос, еще одна заметка в скобках и на полях, есть такие сборники «Миры братьев Стругацких», где некие последователи и ученики пишут фантастические произведения на тему о Стругацких, вот, ими задана какая-то идея, а дальше ее развивают уже по-своему. Так там вот наш израильский писатель написал замечательное соображение о начну на тему миллиард лет до конца света, на тему пророчества, что на самом деле в момент большого взрыва очень легко было предсказать все, что угодно до конца существования Вселенной. Почему? А потому, что все определяли только физические законы, вот, по Лапласу. Как атомы там, какие-то частицы летят, так они сталкиваются, объединяются и так далее, и так далее. И в принципе, так сказать, все детерминировано. Но чем дальше, тем детерминированность этой становится меньше и с пророчествами да, и соответственно в тот момент хорошо было быть пророком, потому что можно легко было предсказать вперед насколько угодно. Чем дальше, тем пророчество становится сложнее, потому что детерминированность уходит, возникает свобода воли, ну, со всеми вытекающими последствиями. Но это я просто так к теме сообщения не относится. Извините. Позвольте маленький вопросик. Да, конечно, нет проблем. Сказано, что Паро запрек 600 колесниц. Да. С чем связано это число, на что оно может указывать? 600. Понимаете, я не знаю с точки зрения Паро, а вот с точки зрения еврейского народа, смотрите, на каждой египетской колеснице стояло два человека. Один возница, который управлял упряжкой лошадей, так сказать, механик-водитель, и второй, собственно, воин, который кидал дротики, стрелял из лука, так сказать, наносил поражение, да, башенный стрелок. То есть за нами гнались 1200. Хорошо, пусть там 600 лучших колесниц, еще какие-то колесницы, но в общем оценка воинства фараона 2000 человек. Примерно такого порядка. Нас вышло из Египта 600 тысяч военно обязанных, не считая женщин и детей. То есть на каждого воина фараона приходилось как минимум, ну, что ж такое, да, если сократить на тысячу, 300 человек евреев. Причем я обращаю ваше внимание, что в те времена не было ни пулеметов, ни артиллерии, ничего, да, холодное оружие. Вот. Проща, дротик, копье, меч, ничего больше. Но если на любого воина без огнестрельного оружия наваливается 300 человек, то вполне достаточно, чтобы эти 300 взяли по камню и бросили в египтянина, да, и все войско фараона будет погребено под громадным каменным курганом. Тора нам хочет здесь показать, что основа победы это не соотношение численности войска, а это некий моральный дух, которого мы не проявили. Это испытание перед еврейским народом поставленное. то есть там еврейский народ увидев подняли глаза и вот Египет идет на них. Не какие-то там 2000 воинов, а весь великий Египет, великая рабовладельческая держава идет на них. И там одни сказали давайте умрем здесь, другие сказали давайте вернемся в Египет и так далее. То есть мы проявили малодушие и неготовность сражаться и тогда собственно и было сказано стоит и смотрите молчите Всевышний будет сражаться за вас. То есть вот это вот число колесниц показывает нам что значит когда евреи не готовы сражаться. А когда евреи наоборот готовы сражаться то ситуация прямо противоположная и там где значит двое из вас там 10 врагов падут а там где 100 из вас там 10 тысяч врагов падут. То есть совершенно другой подход. Вот я это воспринял только с этих соображений но наверное есть и другие. Окей. Ну хорошо тогда может быть если нет больше вопросов по Андрей да конечно. Доктор Лининс вот если взять вот эту схему что исхода всегда бывает два первый как пробуждение спирта второй снизу то спроецировать на исход 20 века то где здесь первый а где второй знаете можно говорить о самых разных вещах но например вот квуцас который Бен Гурион пришел в Эриц Исраэль 1900 если я не ошибаюсь восьмой год их приехало 30 человек группа значит из Плонска значит через полгода их осталось двое остальные вернулись обратно и вот это вот движение взад вперед пойти попробовать оно происходило совершенно неоднократно вплоть до знаете как это известное описание Уильфа и Петрова если помните Остап Бендер говорил что он сын турецко подданного что сие означает что его папа ездил в Палестину как еврей принял турецкое подданство и вернулся обратно там в Черноморск или куда-то и Остап Бендер сын турецко подданного а зачем он это сделал из двух соображений соображение номер один в царской в царской россии сейчас это все уже в меньшей мере но тогда и в СССР человек из-за границы помните у Грибоедова французик из Бордона цажевая грудь собрал вокруг себя род вечер то есть если человек приехал из-за границы если он турецко подданный ну тогда он может там заниматься коммерцией или чем-то там еще у него так сказать все пути ему открыты это одно а второе если он турецко подданный то это чистая отмазка от призыва в царскую армию а дело происходит уже во время армии массового призыва после реформ Александра Третьего с папой Остапом ну вот так что движение туда и оттуда туда и оттуда оно было неоднократно я ставлю перед собой зеркало и вспоминаю что я приехал первый раз в Эриц Исраэль в 1989 году и мой первый дом на родине был Кибуц Ханита и потом было много всего а потом я уехал из Израиля а потом сделал Илью уже в 2006 так что тоже вот в два приема вот я такой не один спасибо окей все было очень интересно ну хорошо мы переходим к заключительному этапу правильно понимаем вообще если кто-то хочет задать вопрос еще очень правильно поднимать руку тогда как бы мы точно никого не забудем ну хорошо тогда наше заключительное сегодня выступление это как бы мое я еще раз вот говорю я иду вот по этой книге да ее видно ну вот так скажем да да вот так хорошо это книга Ханана Пара да а вот Юра показывает по которым это книга да это предыдущая это книга Ханан Парата который называется Мякми Минаур немного света имеется ввиду немного света разгоняет много тьмы такая идея дохэ амон хошах это то что как бы ухо слышится в Хануку мы находимся в Большалах я выбрал одну статью из его несколько статей по этому разделу как обычно мой выбор он определялся тем что в этой статье с одной стороны все еще как бы точная привязка к тексту и к лексикологии так можно сказать к выражениям к оборотам а с другой стороны из этого выводятся такие ну не знаю далеко идущие концептуальные выводы которые мне очень нравится вообще мне как бы с Тельханан Парад очень нравится и ну вот это то что я хотел как бы вам рассказать и так его статья называется и в самом заглавии уже идет как бы вот сам это то что называется кунстрюк в нем сам ЭЦИМАЙНЯ то что называется в нем в нем сама суть сама суть того о чем будет рассказано а именно статья называется Отсмот Йосеф Отсмот Йосеф по русски слово Отсмот я даже в объявлении про сегодняшнее заседание написал останки, потому что кости как-то звучит не очень хорошо. Вот сейчас я, кстати, подумал, сейчас все, чуть-чуть делая такой спойлер, все объяснение будет на самом деле на том, что для чуть-чуть знающего иврит звучит как бы сразу же. Атсамот – это Эцим. Эцим – это как бы сообносно кость, а отсамот – это множественное число. А с такой сной Эцим – это сущность суть. И вот это по звучанию похоже с некоторой игрой на слово отсамот независимость, это другая история, но я думаю, связана. Но самое главное – Эцим. Когда человек хочет сказать суть моего выступления или суть этого дела, как он говорит, он говорит – Эцим и Анян. Анян – это дело. Эцим – это суть. По-русски сейчас только мне пришло в голову на самом деле кость, костяк и так дальше. Это больше связано, может быть, со скелетом, но тем не менее. Но на иврите вот этот вот Эцим – это чрезвычайно важная вещь. И вот эта вот игра со словом кость – это будет ключ как бы на этой статье. Итак, разбирается пасук, который звучит так. Прочту на иврите. Ну, так, просто называется «Сабер-этоозен» для того, чтобы люди, знающие иврит, вдохновить. Естественно, перегон на иврите. Это 13 глава, 19 пасук. «Во иках Моше – это отцмод Йосефа и Мо». И взял Моше – отцамод, ну, кости по-русски, Йосефа с собой. Практически в каждой строчке, я буду останавливаться, в каждой строчке есть что-то, что требует пристального внимания. Или послужит нам, как бы, возможность для того, чтобы найти ключик. Дальше. Почему? Потому что он два раза повторяет слово «заклять» и стандартное объяснение такое, когда есть двойное повторение, то для усиления. По-русски прямо рядом два раза поставил слово, как бы это не звучит. На иврите это звучит более-менее нормально, но тут же возникает, как бы привлекает внимание. То есть по-русски это заклял или сильно упрашивал, или обязательно заклял, где сказал обязательный, что сказал обязательно. Вот такая клятва в виде очень-очень строгой приказательной формы или упрашивающей формы, как угодно. Бнеисраэль, говоря, пкот и вкот элоиметхэм. Тоже дико сильная вещь. А именно, опять сложно перевести на русский, по-простому это Господь о вас вспомнит, хотя тут ни слова вспомнит стоит, а немножко совсем по-другому. А именно, слово пкот, это современное слово пакет, а именно чиновник, это тот человек, который заполняет какую-то функцию. То есть, если так вот не литературным языком, а поскольку актистам сказать, это означает, что Господь, он как бы профункционирует вас, означает, что он осуществит по отношению к вам какое-то действие. И опять же, это сказано два раза. И, по-видимому, это как бы не стихотворный прием, да, а это опять, это какое-то очень сильное усиление. То есть, по-русски, скорее всего, правильно переводить так, что Господь обязательно вспомнит про вас или обязательно с вами произведет какие-то действия. О, а дальше сама просьба какая. И вы возьмите, да, стоит более высокий глагол, в этом смысле поднимите, возьмите с собой отсюда. Окей, вот эти четыре строчки будем обсуждать, из них долго идущие выводы, да. Сначала как бы общий вопрос Заханан по радости не очень понятен, по-простому смыслу, просто читаешь. То есть, Моше, да, так, грубо говоря, дико занят. Дико занят, вообще говоря, я не скажу, переездом, да, я не скажу, даже сказать, выходом, а исходом. Вся, до этого были разборки с фараонами, казни, ну, то есть, ну, сложнейшие, скажем так, операции, я же не говорю о логистике, да. Сложнейшая вещь, да. И во время вот всей этой ситуации, совершенно сумасшедший, говоря простым языком, да, у него есть еще одна такая моталапартонит, у него есть такая очень конкретная вещь, какая взять с собой Костю Юсеф. Здесь получается, как бы, с одной стороны, есть супернациональная задача, да, исхода, которая действительно выделяется, как суперсверхзадача, да, а с другой стороны, есть какая-то личная просьба человека была, похороните меня где-то, ну, человек просит, пожалуйста, похороните меня там-то, там-то, возьмите мои Костю, ну, как бы, не очень понятно, где для всего этого найти время, да. И возникает вопрос, а что в этой просьбе, что в ней было такого, кроме некоторого, ну, скажем, личной просьбы, которую можно понять, когда человек просит его где-то захоронить в другом месте, это по-человечески понятно. Но тем не менее, если в этом какое-то, какое-то было другое направление мысли у Юсефа. Зачем он, зачем он просил, да. Окей, значит, сначала опять это стандартный ход Ханан-Аппарата, он приводит классические комментарии, которые, в конце концов, его не слишком удовлетворяют, и он на основании них делает свои выводы, да. Ибн-Эзра, да, в своем, в своем кратком объяснении, написанное, дебе А, в своем кратком объяснении к третьему речению в десяти заповедях, да, или в десяти речениях, где заповеди, да, а именно, какое? Лотисайд Шем Ашем Элокэ Халашав, а именно, не клянись понапрасну, так это по-русски переводится, да, он там, поскольку у нас-то речь идет о заклятии, которое, как бы, Юсеф заклял, да, он-то пишет. И вот ты видишь, что Моше, который вообще пророк всех пророков, или глава всех пророков, родоначальник всех пророков, в то время, когда занимался тем, что спасти вообще весь народ Израиля, вывезти его из Израиля, из Египта с Лиха, он нашел время для того, чтобы заниматься костями Юсефа. Почему? Потому что Юсеф, он заклял, да, заклял своих потомков, чтобы они в его кости, и вот это вот отношение по Ибн-Эзре, вот такое отношение Моше к выполнению клятвы, это говорит о москока, вы коль зеба авур хомер ажба, хомер это, я думаю, хумра, в том смысле, что это тяжесть или того значения, которое есть в клятве, что клятвы надо выполнять, да. Дальше, там, это можно было бы пропустить, но интересно, Ибн-Эзра в том же месте, сейчас это не имеет отношение к нам, но Ханан, например, тоже приводит, он говорит, может быть, это к нам тоже, кстати, имеет отношение, он говорит, так иронически делает вывод по отношению к своим современникам, не буду дословно переводить, на идее такая, он говорит, что вообще, вот, с иронией, говорит, в наши, в наши дни, можно сказать, в наши дни тоже, очень принято вообще говоря, клясться, да, и люди говорят просто, направо и налево раздают такие кляквы, да, клянусь тебе так, клянусь тебе так, клянусь, да, да, так, 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 и говорить, что это, в общем, совершенно неправильно, и, по идее, они должны были дать примеры смуше, который вот в таком чудовищном, в таком чудовищном времени, да, вот нашел время для того, чтобы исполнять. Если бы люди так относились, то они бы, значит, не клялись или не раздавали клятвы понапросто, но это было, как бы, замечание в скобках, да. Секундочку. А, да, тут пишет Ханан Парад, тоже такую интересную штуку, она меньше имеет значение для дальнейшего разговора, но, тем не менее, тоже важна, он, видимо, не может добавить темпы. Вот, можно из такого отношения, муше, опять, грандиозность события и некоторая мелкая деталь, выучить о том, насколько в традиции евреев, в традиции Израиля, да, начиная с древних времен, заложена ценность-ценность человеческого отношения к индивидууму к прату. То есть, есть Клаль, общество, а есть Прат. И сейчас, не делая наездов на другие известные нам страны, ну, так, Александр Ильич, потому как я помню, как мы, как я был воспитан, и так дальше, да, лес рубит, щепки летят, там, винтики, и все, главное дело делать пятое-десятое, да. Вот здесь видно, что все на них, это совсем другой подход. Вот, и тоже говоря в скобках, для тех, кто живет в Израиле, кто знает, слушает новости из Израиля, да, мы практически на каждом шагу сталкиваемся вот с этой действительностью, которая реально-реально находится, можете сказать, в сознании народа, в психологии народа. Например, у нас сейчас в новостях, когда вот этот коронавирус и пятое-десятое, бесконечные сообщения, да, о том, что вот там несчастные или какие-то, причем я без аквацинизма говорю или иронии, действительно, люди находясь в сложном положении, которые называются мыру таким лабайт, которые не могут выйти из дома, и они не могут получить как бы это, и к ним специальные люди, их приводят, их довозят, нецелевшиеся уцелевшие после катастрофы, это все время про это говорится, это все время на слуху, да, не говоря о том, что вот опять, еще одни, делаю скобки, совсем недавно была передача по телевизору, такой документальный, полудокументально-полуигровой фильм о Ливане, о Первой Ливанской войне, и там, в общем, как это часто бывает, время военных операций, были тяжело ранены два бойца, и как им делали операцию на сердце, и буквально, буквально они бежали с носилками, и врач был вынужден делать операцию на сердце, человек выжил, и это все тоже говорит о чем, что, ну, в общем, по идее, по идее, и как бы, может быть, в других местах людей выбросили, и все, и то, что на повестке дня, например, в Израиле до сих пор, в Израиле до сих, ну, не точнее, до сих пор, является одной из главных тем, это получение назад, или получение в Израиль, по-видимому, к сожалению, трупов солдат, которые погибли 6 лет назад во время Цукайтан, да, во время военной операции, последней большой в Израиле, это все говорит, и вот это, по-видимому, по-видимому, корень этого в поведении Муше, мы видим это, окей, ну, хорошо, это была такая заставка, идем дальше, но, тем не менее, спрашивает дальше Ханан Парад, заостряя именно вот эту штуку, он пишет, «Зе Эцимайнян», играя на слове «Эцимай Ацамот», вот в чем сущность дела, так в чем сущность дела? Он пишет все, что было сказано до сих пор, как бы, это достаточно для того, чтобы понять, как бы, более-менее простой смысл, да, но говорит, что такое ощущение, что вот за этим простым смыслом спрятано или зашифровано нечто большее, нечто большее сообщение, которое правильно понять, да, и говорит, что ключ для понимания, во-первых, сказано, вот это вот в первой строчке, да, напоминаю, читаю на иврите, «Вояках Муше это Ацамот Йосеф Имо», и взял Муше Костя Йосефа, а дальше слово «Имо». Вот «Имо» – это странно, это слово, которое не очень понятное, потому что слово «Имо» чаще всего – это, во-первых, зачем вообще говорить «Имо»? Ну, как бы взял, вполне хватало, достаточно было бы сказать. «Вояках Муше это Ацамот Йосеф?» А что значит «Имо»? Он же подмышку Халила взял, да? Что значит «Имо»? Что значит с собой? Ну, понятно, что человек берет, понятно, что он с собой взял, а не как бы не с соседом. Ну, вот это вот слово, слово говорит, по-видимому, уже есть какой-то намек о некоторой… Некоторой не то чтобы близости, но каком-то особом понимании, которое было у Костей Йосефа для Муше, который их взял с собой, но с собой не в физическом смысле, а, видимо, в смысле другом. А в каком? И говорит, что Ибнезра, что пишет по поводу этого выражения, по поводу выражения, пишет Ибнезра. Говорит, что это вообще странно. Почему? Ну, дальше такое, не знаю, назвать физиологическое, физическое описание более-менее понятно. Как бы понятно, что путь любого человека после смерти, да, после захоронения, ну, как бы труп разлагается. То есть Ибнезра пишет, что все, что связано там, кожа, жилы, мясо и так дальше, ну, все это как бы исчезает, уходит в тлен. И как бы остались только кости, да? Окей. Ну, и понятно, что он взял с собой кости. А зачем-то говорить, что он взял, как бы, конечно, там только кости остались. Хотя с другой стороны, с другой стороны, сам же Ханан Парад, да, это типа игра пшата с пшатом. Он говорит, что это на самом деле не очень понятно. Почему? Потому что нам сказано, а именно внимательный читатель должен был бы сказать, как так? Почему кости? Ведь про Юсефа сказано, да, что его забальзамировали, да? А именно, в 50 главе, в 26 стихе написано, и забальзамировали Ото, в смысле Юсефа, и положили его еще в специальный погребальный склеп, не знаю, ящик и так дальше. То есть, по идее, если он был, если Юсеф был забальзамирован, то, по идее, у него должны были бы остаться не только кости. Почему, как бы, почему взял кости, да? Ну, хорошо, это, короче говоря, это непонятно. И, кроме того, подчеркиваю дальше, вот это вот выражение «взял с собой», оно требует какого-то пояснения. Это то, что я сказал до этого. Вполне было достаточно для того, чтобы писание сказал, муж и взял костью Юсефа. А что значит ему? А он говорит, а, ему, ему. Дальше говорит, ему, бе-мехи-цато. Что значит, бе-мехи-цато? Он говорит, а-а-а, он взял, как бы, к себе. Что значит, к себе он взял, говорит, маханэ, левиа. То есть, он его взял, взял в стан левитов. То есть, понятно, что, знаете, да, Израиль, когда потом шел, они были разбиты на станы. Да? Киуна, левиа и Исраиль. И вот этот стан, который был левитов, это означает, что он взял его с собой. То есть, не то, что взял с собой, когда они выходили, он сказал, ребят, Костя Йосефа, вот, предок просил, давайте, пожалуйста, возьмите, мы куда-нибудь там, в Израиле его пристроим. А это начать не так. Взял ему, это означает, как минимум, он взял его с собой, я не говорю, к себе в шатер. Но он взял к себе, к себе, к себе объяснение, бе-маханэ, левиа. Он спрашивает, а зачем? Он спрашивает, ну, если идти по этому, тогда становится еще, как бы, непонятно. А в чем он пишет? Ну, это наявите так звучит, без какой-то, как бы, звучания, как есть на русле. Он пишет, а в чем там такая интимная связь вообще? То есть, в чем такая внутренняя глубокая связь между Моше и между Костями Йосефа? Что он должен был взять, во-первых, взять из Египта, а потом взять с собой в Маханэ-Левиа. Непонятно. И дальше приводит слова Рамбана, который в своем комментарии к книге «Ваикра» объясняет, как можно понять слово «Эцем», которое три раза говорится во время Йом-Кипура. Я сейчас не буду, может быть, вам это все читать, просто, чтобы не утомлять, как бы, ну, чтобы не утомлять. Но идея заключается в том, что приводятся три пасука из службы в Йом-Кипур, да, которые все говорят о том, что слово «Эцем» – это означает, как бы, квинтэссенция. Вот, я вспомнил слово «Квинтэссенция». Во-первых, прежде всего, то, что мы все, то, что, как бы, знают, да, то, что написано в книге «Ваикра» про Йом-Кипур, сказано «Бэцем, айом-азэ». «Эцем, эцем» означает, это, как бы, это некоторая квинтэссенция этого, квинтэссенция этого дня. И приводят еще три места из молитвы на Йом-Кипур, в котором в каждом из этих мест слово «Эцем» – это все время смысл, что в этом есть какая-то квинтэссенция, в этом есть самый, как бы, глобальный смысл происходящего. И тогда, тогда это перед нами ставит, как бы, еще один вопрос. То есть мы видим, что Моше взял останки Йосефа. Почему? Потому что он видел в этом не только традиционное еврейское отношение к клятве, и не только потому, что во время великих событий правильно не забывать, да, о персоналиях и о личных просьбах и так дальше, да. Но, видимо, в этом было что-то другое. Он взял его с собой в «Маханай-Лавия», потому что читал это в армии, чтобы это с собой было, да. И он это взял, почему? Не только потому, что это была просьба Йосефа, а потому что это был «Эцем». В этом во всем есть какой-то, есть какая-то квинтэссенция, какой-то смысл. Что было в Йосефе? Не в костях, скажем так. Что символизирует кость Йосефа? Какую квинтэссенцию Йосефа, которую Моше должен был взять с собой и передать дальше? Кстати, у кого-то есть соображения, ответы на этот вопрос? Кто? Ну, хорошо, давайте поиграем как бы типа викторину. Скажите мне такую штуку. Мы Моше только что называли, что это он «Нави-Анавиим», то есть как бы родоначальник, пророков, человека, духа и так дальше. А вы можете сказать, образ Йосефа, так по-простому, по-житейски, чем он характеризуется? Кто такой Йосеф? Винтэссенция Йосефа – это наша нерастворимость в Галутии. Но смотри, опять, я сейчас говорю про бытейское, про вещь бытовую, жизненную. Йосеф, кем он был в Египте? Он был пророком в Египте? Праведником. Премьер-министром. Праведник? Ты сказал праведником? Ну подожди, он первым управителем был, правильно? По-простому смыслу. Он был главным управляющим. Он был манкалем, то, что называется на иврите. Он управлял всем Египтом. Это был человек, суперменеджер. Ну так по-простому смыслу. Человек, который решил все проблемы. Делал запасы, раздавал запасы, покупал у египтян, потом и переводил их из рабства фермеров и так далее. Прежде всего, это суперменеджер. То есть человек с суперпрактическими наумик навыками. Я вам практически на самом деле уже большую часть загадки разгадал. Но тем не менее, как бы продвинемся дальше. Заключительный эпизод вот этой статьи Ханан Парад, он пишет. Коах-Йосеф, в чем была сила Йосефа? И говорит, вот из объяснения Ромбана, что такое Этсен, мы понимаем, что Мушер Абейну, он взял с собой Йосефа, мы можем понять, что он взял с собой некоторую силу, которая была в Йосефе. Да? О, он хотел, как бы, грубо говоря, перенять ту силу, которая заключалась, или те удивительные способности, которые были у Йосефа. С одной стороны, это все правильно, что сказали предыдущие ораторы. Почему он пишет? Йосеф Шацадик Ясот Улам У. С одной стороны Йосеф, это праведник основных миров. С одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что у него были совершенно уникальные способности, связанные, написано, Кошер Иргун. Кошер Иргун, это вообще организаторские способности. Вот такой дословный перевод. Менеджера. Почему? Потому что мы это видим. Написано в книге Брешит, в 39-й главе. В третьем пасоке написано, Выхоль Ашер У Аса, Ашем Мацлех бы я до. Все, что делает Йосеф, Ашем преуспевает, помогает ему. Человек, да? Мацлехан точно называется. Все, что он задумает, у него все выходит. Я же не говорю про сны и пятое-десятое. Но прежде всего, прежде всего, он говорит, и у него получается. Суперначальник. Окей. Дальше есть... Дальше. А с другой стороны, да? Смотрите, теперь интересно. Первый расклад. А что такое Муше? Муше, которому говорит Адона-Навиим. То есть, он как бы родоначальник, господин или основа всех пророков. Он, с одной стороны, Мишевит-Леви. И, с одной стороны, мы видим, что у него очень возвышенный образ. Но этот возвышенный образ, он именно отдаляет его чисто человеческие качества. И превращает его в того, про которого Тора говорит. КВТ ПВК Бэт Лашон. То есть, человек, человек, который, вообще говоря, плохо изъясняется. Трудно представить себе, как бы, организатора, особенно в то время, когда не было там интернета и 5-10, который может плохо выражать свои мысли. То есть, мы в этом видим уже такое противопоставление. Соотносится на Юсеф, суперменеджер, да? Которому Господь способствует, и все, что он делает, у него все процветает, да? А с другой стороны, у Муше есть проблема. Потому что даже на уровне, как бы, коммуникации у него есть проблема, да? И получается, что именно вот такая возвышенность и приближенность Муше к Всевышнему и пророческий дар отдаляет его от способности решать практические вещи. И получается, что, как бы, Муше для того, чтобы управлять народом, для того, чтобы нести его на своих плечах, он должен как будто взять с собой кости Юсефа, но беря кости Юсефа, он как бы берет с собой сущность Юсефа, а именно его организаторские способности, да? Причем берет с собой, написано, ИМО, то есть, он берет с собой БМХИЦАТО, это означает, что они будут все время с ним. То есть, вот эта вот способность Юсефа управлять, руководить и так дальше, да? Это то, что будет дальше сопровождать Муше. И в этом, по-видимому, был смысл того. Вот того, так не просто, как объясняет Тора, всю эту историю выноса костей Юсефа из Египта, да? А теперь он дальше продолжает дальше, это тоже интересно. Давайте посмотрим. Он говорит, что вот эта вот модель, какая модель? Когда с одной стороны у тебя есть человек, который приближен к Всевышнему, который обладает пророческим даром, да? С одной стороны, это Муше, а с другой стороны, возьмем Йошуа, эта модель, она работает, да? Теперь посмотрим, знаешь, а где она работала? А вот где он говорит, у нас конкретное, как бы, воплощение, осуществление этой идеи, которая находится между высотой духа, с одной стороны, а с другой стороны, с практическими талантами, способностями, мы находим в конце нашего недельного раздела. В то время, когда Муше ему понадобилось, ему нужно было использовать силу Йошуа, а именно практическую силу Йошуа в борьбе с Амалеком, а как про это сказано, ну, сказано всем известной, как бы, псу-ким сказано, и сказал Муше Йошуа, выбери себе, нет, слегка, выбери нам людей и выйди, сражайся с Амалеком. Завтра я установлюсь или буду находиться на вершине горы холма и, как бы, как это по-русски, магический, волшебный этот самый жезл, да, матэ, будет в моей руке. И получается, интересно, что Йошуа бенун, который был из потомков Йосефа, его призывают, как бы, к действиям. Наверное, это называется Некрала Дегель, призван к знамени. То есть, не то, чтобы быть знаменосцем в прямом смысле, а он призван к активным действиям, да. Для чего? Для того, чтобы перевести на язык практических действий борьбы с Амалеком. Надо для того, чтобы перевести на язык практических действий, да, то, что говорит или то, что думает или то, что право прочитывает в Моше, в войне с Амалеком. И в этом, в этом мы видим вот эту вот модель, модель сотрудничества между духом Моше и, как бы, практическими делами Йошуа бенуна, который из потомков Йосефа. Как про это сказано, в Иее ядав эмуна от Буашемеш. И, как бы, Моше, да, поддерживался верой в свои руки, да, до захода солнца. А, с другой стороны, что сказано про Йошуа? А про Йошуа сказано, то есть, как бы, Моше осуществляет духовную силу, духовный канал, если хотите сказать, да. А что сказано про Йошуа бенуна? Сказано, практические действия. Вейхалеш Йошуа от Амалек. То есть, он его ослабил. Либо по-русски называется разбил. Опустил просто. Ехалеш – это значит, сделал его слабым. Ветамо. И его народ лефихаров. То есть, каким образом? Не пророчеством. Не возвышенным духом. А лефихаров. То есть, саблей, мечом. Дальше. И дальше он заканчивает практически вот эту статью и пишет. Да. И эта связь, она продолжается дальше. Потому что мы видим, в последующем Йошуа завершит возложенное на него, то, что на него возложил Моше при выходе Израиля из Египта. И он действительно принес останки кости Йосефа для их погребения в самом сердце Эра Цисраэль. Как сказано в книге Йошуа 24 глава 32 стих. И останки кости Йосефа, которые вынесли Бне Израиль из Египта, похоронили в Шхеме. Он закончил то, что начал Моше. И заканчивая Ханан Парад так. И мы видим, как обычно он это делает, заканчивая статьи, в довольно таком возвышенном эпическом стиле. И мы видим, как с прошлых времен и до сегодняшнего дня, кстати, по тому, что я сказал. Пожалуйста, если у нас есть знатоки языка, а не искать. Как сказать до самого сегодняшнего дня? Как сказать это на иврите? Ну, одно-два предложения, господа и дамы. Алло. Отдаем? Отдается, мое мазе. Отдается, мое мазе. Это немножко адаем. Адаем-ем не совсем. Йом-йом это буднично, это каждый день. Йом-йом они улэхла вода. Каждый день я хожу на работу. Но когда человек говорит, отдается, мое мазе, локи бальти москоры. До сегодняшнего дня я не получил свою зарплату. Вполне может сказать, кстати. Это очень сильное такое по отношению к работодателю. Но это вполне, это не простой стиль. То есть, это не каждодневный стиль. Но это мое мазе. До сегодняшнего дня. Все время, да, мы видим, что Господь и Ханан Парад употребляют это слово. Покет. Ашем этому. Как было сказано в самом начале. Как сказал Йосеф. И знайте вам, что Ашем Покет и Вкот. По-русски можно сказать, не забудет. Это в принципе да. Но в смысле не забудет совершать действия по отношению к вам. И до эце мое мазе, до сегодняшнего дня, Всевышний не забывает свой народ. И он его покет, то есть он его вызволяет, вызволяя изгалута. Как мы видим, Шиват Сион в наши дни, то, что говорил доктор Лениц, то, что повторяю я, то, что говорим мы все. И то, что сказал Йосеф, мы видим, что это осуществляется, возвращает двумя путями. С одной стороны, тем возвышенным духом, который идет от Моше, с одной стороны, а с другой стороны, теми практическими действиями, которые идут от Йосефа. И кончает, снова приводя ту фразу, с которой начиналась наша статья. И в принципе в этой фразе не забудет вас Господь, или выручит вас Господь, или будет выручать вас Господь, а вы, вы, мои останки, отсюда возьмите с собой. И тогда в свете всего того, что было сказано, как бы понятно, понятно, я хочу сказать слово на самом деле, но как можно понять скрытый смысл того обращения, которое Йосеф говорил Моше и через него на Исраэль своим потомкам. Ну вот, как бы это конец статьи, которую я хотел рассказать. Опять же, традиционно, если у кого-то есть вопросы, замечания, пожалуйста, с удовольствием мы можем как бы пообщаться и обсудить. Окей? Дамы и господа, молчание – это плохо. Авзов Мешко всегда говорит, либо все понятно, либо все непонятно. Нет, все очень здорово. То есть, вот это вот взял от СМО, там… Да, по-моему, это супер хидуш. Да, по-моему, тоже. По-моему, тоже. Смотрите, я вам скажу, я вам скажу… Я не думаю, что это будет очень нагло. Есть много мидрошей, да? Вот я вам скажу, какие мне лично… Я не скажу, как это нравится, не нравится. Это как бы не гастроном, да? Невкусовые качества, которые мне западают в душу, а которые меньше, скажем так. Вот есть известный мидраж, например, откуда вообще идея с Эгелем, золотой телец и все. Она как-то связана с тем, что Йосеф, у него как бы образ быка, и это связано с этим. Бросили в огонь, вышел бык и так дальше. Это, на мой взгляд, это очень красивый мидраж. Но мне практически ничему как бы… Мне трудно из него выжать какой-то практический смысл. Вот то, что говорит Ханан Парад, для меня в этом колоссальный смысл. Окей? Господин Глозман, вы хотите нам что-то сказать? Да. А меня слышно? Секундочку. Да, тебя всегда слышно. Нет, я выключал микрон. Все, Натан, великолепно. Я с огромным удовольствием и интересным прослушал. Все замечательно просто. Коля, как вот тебе и Раф Парадов. Да, смотри, Ханан Парад тоже, я не могу это каждый раз говорить. Это одна из загадок жизни, к сожалению, огромных, страшных и непонятных. Ханан Парад на наших глазах, я с ним не общался каждый день, но были… Он умирал жуткой смертью совершенно. У него был жуткий ветерак, и не про нас будет сказано. Он выглядел нечеловечески. Он до последних дней, когда он еще мог общаться, было интервью буквально за сколько-то до его смерти, он еще как-то говорил. Но умер, по-видимому, в диких мучениях просто совершенно. Но это человек, у которого огромное количество заслуг. Это человек, который вообще олицетворяет весь современный Израиль, в лучшем смысле этого слова. Возвращение в Израиль, он один из выдающихся, или там, я не знаю, первых учеников Мерказа-Араф. Он был в десантных войсках. Он освобождал Ярусалим. Он был одним из основателей движения Гушимуним. О заселении, о освоении, скажем так, освобожденных земель. Я не говорю слово «территория освобожденных земель» после Шестидневной войны. Он был членом Кнесета, который боролся за землю Израиля. Он основал Яшиву Ород, которая, я могу сказать нас, я не знаю, сколько здесь людей, но Нехама, если она еще не убежала, может как бы подтвердить, когда мы 30 плюс лет приехали в Израиль. Он просто как бы в Маханане. Нет, я тут, я подтверждаю, конечно. Да, конечно, он нас принимал, и вообще, и мы сотрудничали, и ходили на его лекции. Вот его я так рукой показываю, да, Яшива Ород, да, Ород. Она находится рукой подать от Малой Адумим. Каждый раз, когда я еду на кладбище к отцу, на Арзетиме, я каждый раз проезжаю, и мы это Яшива Ород. Он потрясающий человек. Да, и кроме того, он, конечно, называется элит, элит. Он, он, неотъемлемая часть Квара Циона. Историю Квара Циона погуглите, посмотрите, героическая страница в истории Израиля, падение Квара Циона во время войны за независимость. Часть попала в Иорданский плен, большая часть погибла, как потом, вы знаете, после Шестидневной войны. Отвоевали обратно, и опять, ну, тоже. Это не случайно. Те кибуцы, которые были нерелигиозные, они не вернулись. А кибуцы религиозные, они вернулись. Квара Циона существует, слава Богу, после Шестидневной, есть там музей и все прочее. Приезжайте в Израиль, там сделаем экскурсию и так дальше. Хорошо? Ну, хорошо, господи и дамы, мы на этом заканчиваем наше заседание. Правильно я понимаю? Спасибо, Натан, спасибо. Окей. Мы очень рады. Очень рады со всеми пообщаться. Спасибо. И гуляем наш чат. Пожалуйста, давайте будем общаться, дальше обсуждать. Всем счастливо и до свидания. Спасибо большое. До свидания. Счастливо. Спасибо. Всем спасибо, счастливо, пока, пока. Спасибо большое.